Вы затронули тему, которая меня очень волнует. Как получилось так, что страна, в которой было очень сильно православие, традиции многовековые, царь, и вдруг все рухнуло в считанные минуты. Да, царь был слабый, я бы его с Януковичем бы сравнил. Но люди верующие, почему они вот этим, какой-то кучке там, жалкой террористов, экстремистов, почему они уступили? И, значит, был какой-то в обществе все-таки раскол, надрыв. Пришла советская власть. Если почитать Кодекс строителя коммунизма, в принципе, это те же заповеди Христовы. Да, все мы воспитывались в каких-то там нравственных ориентирах, не убей, не укради. В 90-е годы там все рухнуло, просто начиная заново. Профессор торговал пивом рядом со школьником и понимал, что его там высшее образование ему абсолютно не нужно, потому что у школьника торговать пивом получается лучше. Но, мне кажется, все-таки сейчас вера приходит. Да, в церквах мало молодежи. Я часто бываю и замечаю, что, конечно, в основном взрослые люди. Но церкви открываются, строятся, реконструируются. А ведь по России огромное количество красивейших церквей. И я думаю, что все-таки надежда только на это. Да, патриотизм, ну, здоровый, понятно, что без этого, ура, патриотизма. Есть все больше людей, которые все-таки начинают понимать, что Россия — это наша родина. Это не сбежишь от нее ни в Англию, ни в Америку. И нечего нам там делать. Это наша страна. Мы ее должны сами изменить к лучшему. Должны сделать так, чтобы жить здесь счастливо и богато. Поэтому я считаю, только вера, только православие может сделать страну богатой и процветающей.